Актер театра и кино с послужным списком, который потянет на несколько страниц текста. Режиссер, которому интересно работать и в кино, и в телевидении, и в кинодокументалистике. Сценарист, литератор и далее через запятую, через запятую. Человек, который много лет разделял гримерку с Владимиром Высоцким. Говорят, сам он не очень любит, когда о нем говорят, как об исполнителе только этой роли. Но многие зрители знают его именно как благородного Атоса. Сегодня в нашей студии Вениамин Смехов. Вениамин Борисович, рад вас приветствовать. Ну и я рад вам ответствовать. Если я что-то не упомянула, прошу прощения. Чрезмерно упомянули. Вы в составе большой съемочной группы снимаете, планируете снимать кино в Барнауле. Расскажите немного о проекте, что это такое? Вообще я актер театра и литератор такая, главное. Ну еще и режиссер, да. Но главное все-таки театр. Кино всегда было для меня, ну, нечаянной радостью. Ну или, нет, все-таки радостью. На своем вечере, который будет послезавтра, 31-го числа, в филармонии в Барнауле, я обязательно расскажу о том, что в кино меня затащил Владимир Высоцкий. Сейчас это звучит как хвастовство. Ну что делать? Я так много прожил и так много потерял моих товарищей, что назвать тех, кто рядом находился и еще не было такой всероссийской славы. Но это имена главных моих товарищей по работе и друзей. Золотухин, Высоцкий, Хмельницкий, Филатов, Шиповалов, Демидова, Славина. Это все мое имущество душевное. А кино вот сегодня, через много-много лет после «Мушкетеров» у меня довольно большой список фильмов. Но наше время, Женя, отличается от другого времени тем, что люди как будто бы ничего и не смотрят. Потому что у меня все равно спрашивают мои почитатели или знакомцы, или незнакомцы, а почему вас не видно в кино, почему вы не снимаетесь? А на самом деле я снимаюсь больше, чем снимался раньше. А еще больше, и это главная моя радость на экране, но на малом экране, это канал «Культура», конечно, «Россия и культура», где у меня вышло за эти несколько лет 16 фильмов о русской поэзии, о поэтах. И даже вчера, это начало съемок действительно фильма, о котором вы спрашиваете, фильм по известной очень пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». Но то, что мне понравилось, это абсолютно новая выдумка, новое сочинение очень хорошей семьи. Ее зовут Юля Колесник, она режиссер, и муж ее Александр. И все, что могу сказать об этом фильме, это то, что начало положено, начало в Барнауле, потом будет Ангудай, будут горы, будет гор на Алтайск. И это связано с жизнью двух героев. Это два пожилых человека. Это история любви. Эта история, ну, такая трагикомическая, в которой есть много-много сегодняшних узнаваний, то, что мне понравилось. Короче говоря, ситуация связана, конечно, и с какими-то важными наблюдениями в жизни, и с семейными, и, конечно, любовь, и, конечно, горе, и беда, все переплетено. Так что я больше рассказывать вам, Женя, не буду, а скажу только, что мне очень приятно опять вернуться в Барнаул. Это мой следующий вопрос. Почему? Я понимаю, что, возможно, он немного не по адресу. Почему выбран для съемок именно Барнаула? Откройте нам тайну, пожалуйста. Нет, эту тайну я вам не открою, потому что это решают создатели фильма. А потом они предлагают актерам. Да, нет, кто-то не мог, кто-то не хотел, кто-то еще что-то. А мне было приятно, тем более я прилетел сюда с главным человеком моей жизни, с Галей Аксеновой. Она моя жена, и очень давно, и каждый день заново. Вот такая у меня совершенно незаслуженная удача в жизни, любимый человек. И тут уходит сразу отклонение от вашего вопроса в сторону Таганки, театра, который... Вот золотой век Таганки с 64-го по, ну скажем так, по 84-й год. Это тогда выделили гримерку с Владимиром Высоцким? Никто ничего не выделял в театре, как в коммуналке. Вот так мы жили. А что касается гримерки, то там был Сева Соболев, Боря Хмельницкий, Володя Высоцкий, Рамзет Жабраилов. Уже имена, ставшие известными. Мы были в товариществе с 64-го года. Мы были в одной упряжке Юрия Любимова в первые годы. Вот все первые главные спектакли, так много значившие и в нашей жизни, а теперь выясняется, что и в антологии отечественного театрального мира. И Высоцкий, Золотухин, да, мы из спектакля в спектакль переходили с самого начала. Но потом случилась в моей жизни история, когда я смеялся над моими товарищами, что они так любят кино, хотя кино – это дело рук операторов, режиссеров, сценаристов. А актеры играют последнюю роль, убеждал я их. Они надо мной смеялись и продолжали сниматься. А потом был случай, который я расскажу, и он очень для моей жизни важен. Именно в той гримерной, где мы были рядом с Владимиром Семеновичем, он играл Гамлета, а я короля Клавдия, скажем, из знаменитых спектаклей Любимовских «Гамлет». Однажды Высоцкий меня уговорил поехать с ним на съемки фильма «Служили два товарища». И так я сопротивлялся, потому что мне не нравилась, вот, как сказать, такая перелюбовь. Я люблю театр. Кино мне нравится. Смотреть кино – да. А сниматься – вот об этом буду говорить. А потом получилось то, что получилось, и слава богу, тот же Володя Высоцкий и его жена Марина Владя благословляли меня на съемки в фильме, где режиссером был близкий друг Высоцкого Юра Хелькевич. Юнгвальд Хелькевич, так пышно называется он полностью. Это фильм «Д'Артаньяна. Три мушкетера». Вы, говорят, не любите эту роль. Почему? Говорят разное. Не верьте же, не верьте. Не верю. Хорошо, верю вам. Интернету не верю. Как вы относитесь к этой роли? Нельзя не любить то, что завоевало такую всеобщую любовь и почитание. Здесь, в Барнауле, я, в отличие от Москвы, где никому нет дела друг до друга, и люди мечутся в суете, где мой родной город Москва, и он, правда, там мои любимые мама и папа, моя сестренка Галочка, вот это начало моей жизни, и поэтому слово «патриотизм», который настойчиво вбивают в наши головы, это на самом деле все равно нужно спросить, ты любишь маму или нет. Поэтому излишне спрашивать, любишь ты родину или нет, потому что если есть родина, то она любимая. На встрече со зрителями в филармонии немного еще приоткроете завесу таинственности, тайны, что еще прозвучит? Может быть, что-то новое? Вот я вспомню, что в знаменитой песне Володи Высоцкого «Опять лечу Москва-Одесса» в черновике, и этим гордятся интеллигентные люди и обожатели Высоцкого, была вот такая строфа, которую Володя пел для своих, и потом она не вошла в эту знаменитую песню. Вот радио опять заверещало, а вслед раздались вопли. Караул! Затеяли интригу, летящие на Ригу, их самолет угнали в Барнаул. Мой друг он Дока, старый оборонщик, и весь гражданский флот его семья, он высказал догадку, что угонщик простой командировочный, как я. Барнаул – это ведь не берут, зря рижане поверили, врут, террористы туда не попрут, их там живо самих заберут. Да, да. Вот это Высоцкий, который был много раз, даже до Таганки, еще будучи студентом, по-моему, или уже после института, ну, это были гастроли. Я объездил, например, ну, я знаю гору Белуха, например, с 59-го года, потому что поднимается лину. Ну, я на втором курсе был в группе щукинцев, которые, значит, вот, концертировали по Восточному Казахстану. И как раз тогда впервые я был в Барнауле, проезжал поездом Барнаул. А концерт, который будет называться «Я пришел к вам со стихами», он будет вбирать в себя, так сказать, еще есть такое название «Избранное избранным». Вот зрители, которые нечаянно, но стали моими, станут моими 31-го числа, я не знал, что возможен такой концерт, и очень благодарен моим друзьям, и прежде всего Татьяне Федоровне Казицыной, которую знаю из-за Золотухина, поскольку Валерий бесконечно ценил своего директора и свой театр, молодежный театр. Я думаю, что важно мне в Барнауле вспомнить имена Высоцкого и Золотухина, говорить о поэзии, которая нас с ними связала в театре на Таганке, и отметить наш с вами великий серебряный век русской поэзии, который я много раз отмечал на канале «Культура», и рад, что я отмечу этими великими именами. Это будут, конечно, и Маяковский, и Игорь Северянин, и Саша Черный, но, может быть, и все-таки о Пушкине в каком-то важном для меня смысле расскажу, потому что мой любимый и лучший клоун всех времен и народов – Асисяй, Слава Полунин, пригласил меня когда-то выступить на цирковом форуме, на цирковом секторе знаменитого питерского форума перед своими друзьями-клоунами. И с переводчиками синхронными и с нашими русскоговорящими я обсудил тему клоунады в русской поэзии. И это был Пушкин, это были, конечно, Козьма Прутков, и Маяковский, и Хармс. Ну и вот это все я буду вспоминать. И Высоцкий, естественно, тоже. Это здорово. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за тепло, которое исходит от вас. Долгих лет, больших ролей. Пусть самая лучшая роль у вас будет впереди. Спасибо. Я жду ваших зрителей, которые станут моими зрителями 31-го числа. Во сколько? В 7 вечера, по-моему. В 19 часов. Мы сегодня беседовали с великим актером, хоть он и не любит слово «великий», Вениамином Смеховым. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин